Привет, друзья! С вами Дмитрий Головинский, Егор Рубанович, Юрий Спасовокотский. И это продолжение видео о мифах натурального и химического тренинга, которые очень вредны для здоровья людей, они опасны. Дилдебилдеры натуралы, или как можно сказать, дебилдеры, по-разному их называют, распространяют мифы, которые помогают им набрать большое количество подписчиков. Но, увы, результаты травмы, сломанные судьбы. И хотелось бы привести пару конкретных примеров. Первую часть видео вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к этому видео, и посмотреть первую часть, где мы рассматривали очень интересные моменты о химическом и натуральном тренинге. Теперь же хотелось бы поговорить о вреде, который наносит совет, который дает конкретно Алексей Шредер, что натурал не может травмироваться. Он обладает сильной генетикой, он вполне может повиснуть в подтягиваниях на турнике, полностью вытянув плечевой сустав, до конца выпрямив руки, с весом 80-90 кг дополнительным на себе, при собственном весе 100 кг. То есть 190 кг ложится на сустав. Он не испытывает при этом боли, и исходя из этого, он верит, что любой натурал может повторять за ним. С полной амплитудой движения, с максимальным весом движения. Но, тем не менее, были уже и грыжи позвоночника, были сильные боли у него, даже с его сильной генетикой. Можно ли расценивать такой совет, что натурал не может травмироваться как опасный? Что вы думаете, друзья? Ну, Дима говорил уже, все зависит от того, как вы воспринимаете информацию. Вот конкретный пример. Есть такое упражнение, на мой взгляд, самое тупое, которое только может быть, гильотина для грудных мышц. Якобы, и это подтверждает электро... забыл, как это у меня называется аппарат. Я, кстати, к нему отношусь очень... Мегаофическое исследование. Да, да, я отношусь к нему очень сомнительно. Так вот, этот аппарат показал, что гильотина действительно включает максимально возможное количество мышечных волокон в верхней части грудной большой мышцы. Но, друзья, как бы вы ни делали это упражнение, как бы вы ни изощрялись технически, грамотно, биомеханика этого движения совершенно противоестественна плечевому суставу. И вы просто убьете свои плечевые суставы. Несмотря на то, что всеми уважаемый Денис Борисов советовал это упражнение, поверьте, никогда не стоит делать это движение. Неважно, с каким весом вы будете работать, в какой амплитуде, и неважно, как вы будете подгонять под себя технику. Просто анатомический плечевой сустав не подходит для этого. А вот еще один пример. Я бы хотел, чтобы вы тоже, друзья, привели к примеру, конкретные примеры, чтобы люди понимали. Вот два химика. Лисуков и Плюшевая Борода. Я хочу вам сказать, если вы будете слушать все, что говорит Лисуков, применять это на себе, пропуская через призму индивидуализма, то вы будете получать пользу. Если вы будете слушать любой совет от Плюшевой Бороды, вы обязательно получите травму. Потому что ебашить, ебашить и еще раз ебашить, но это только если у тебя в башке ничего нет. Дим, ты согласен с этим? Я сейчас не помню конкретных методических советов. Может быть, я все-таки не знаток видео Плюшевой Бороды, но я не помню конкретных методических советов Плюшевой Бороды. То есть делать... Советы, извини, я тогда тебе скажу просто. Его общая концепция это. Перетренированности не существует. Нужно тренироваться каждый день. Нужно убивать себя до седьмого пота. С тренировки надо уползать еле живым. Если ты больной, то ты все равно должен себя убивать. Короче, смысл такой, что вот мотивация, мотивация, мотивация. Тренировка, тренировка. Бери больше, кидай дальше. Тренировка это для лохов. Значит, ну вот, предпочтение всего, да, с позиции того, что натурал не может травмироваться. Все-таки, конечно, ну это просто подтверждение. Я не знаю, Юрий, взято ли оно близко к цитате, да, прямой. Но все-таки это абсурдное выражение, о том, что натурал не может травмироваться. Это вот, оно просто противоречит здравому смыслу. То есть, я думаю, здесь надо быть хронически не знать спорт, и спортивной дисциплины, и железный спорт, чтобы такое всерьез утверждать. Но, опять же, здесь надо анализировать контекст, по которому это сказали. Что касается вот вообще, да, травматизма и подобного, ну вот, Егор хорошие примеры привел, что есть упражнения, в которых риск травматизма, он прямо вот выше, чем в других упражнениях. Причем, ты хорошие вот упражнения, вот, да, Юрий, ты начал, да, разговоры с того, что, значит, Алексей Шведер может повиснуть там с неким весом на перекладе, не утверждает, что такое может сделать каждый без определенного риска. Вот есть такое упражнение «Жиб из-за головы». Вот, точно так же есть, скажем так, информация на предмет того, что это упражнение обладает повышенной травмоопасностью. Однако здесь встает вопрос, насколько у человека мобилен плечевой сустав, и насколько хороша гибкость у грудных и плеч. То есть, если гибкость позволяет делать данное упражнение, то человек его может делать без никакого риска, и все будет с ним хорошо. Если же гибкость не позволяет, то нужно либо не делать данное упражнение, либо развить гибкость и, соответственно, потом делать. Примерно то же самое можно сказать про возможность повисать с определенным весом и подобное. Если у человека плечевой сустав закрепощен, то это будет связано с риском и, скорее всего, вызовет некоторые повреждения. Если он гибкий, хоть 100 килограммов вешайте на самопрочность сустава, просто сустава. Если говорить о прямом воздействии сустав в сустав или на растяжение, оно там колеблется от 800 килограммов до тонны, а то и больше. Главное, чтобы сухожилия и части креплений не получали нагрузки, и тогда все будет хорошо. То есть вопрос подготовленности, безусловно. А в целом, опять же, повторюсь, что фраза крайне несостоятельная, если она имела место. Ну, скажем так, очень много прозвучало фраз в такой формулировке. Например, что у натурала травма – это необычайная редкость, это почти невозможно, это что-то невероятное, чтобы натурал травму получил в базовых упражнениях. Это все химия, это все ухимия. Но другая крайность у бородачей. Они рассказывают, что, допустим, если ты химик, даже травмировал ты себе мышцу, порвал, ну так что тебе? Уколол себе тест, уколол себе гармошку, на следующий день проснулся, и все зажило. Вот можете ли вы сказать, правда ли, что вот, грубо говоря, та травма, что у натурала там заживает месяц, у химика там заживет за пару дней? Или это все-таки еще один способ привлечь подписчиков, чтобы вызвать зависть, вызвать ненависть к профессионалам и так далее? Я быстренько дам ответ, Егор, я передам тебе слово. Значит, во-первых, тут важно, что травмировано. Травмировано ли мышечное волокно или сухожильная часть? Если травмировано мышечное волокно, действительно, да, анаболические стероиды в значительной степени, нельзя сказать, что сразу заживает, однако в значительной степени в 2-3 раза ускоряют восстановление травм, связанных с повреждением мягких тканей. Мягкие ткани снабжены большим количеством кровеносных сосудов, там активно идет синтез белка и, в общем-то, да, анаболические гормоны всегда ведут к тому, что, например, мышечные какие-то повреждения, растяжения, разрывы заживают гораздо быстрее. Что же касается сухожильных повреждений или повреждений сустава или связок ображающих сустав, то здесь все примерно на том же уровне, если не хуже. Если не хуже, здесь можно сказать то, что из-за того, что фармакология вызывает скопление жидкости, это с одной стороны бережет суставы и святочки, и с одной стороны это хорошо. Однако, если повреждение уже возникло, возникает отек. Если существенное повреждение, если разорвана, например, связка коленного сустава, да, или каким-то образом травмировано крепление мышцы, вместе повреждения всегда возникает отек. И если у человека уже есть некое скопление жидкости, некая задержка, то отек этот тем хуже, и восстановление будет тем хуже, чем, соответственно, больше первичное вот это вот скопление. Поэтому здесь можно сказать, что эффект может быть даже обратный. То есть на химии сухожильная часть или повреждение сустава будет заживать еще хуже, еще дольше из-за того, что вот этот вот отек имеет место. Поэтому, ну, не согласен, конечно же, с данной точки зрения. Вижу вот все примерно так. Егор. Ну, насколько я знаю, ты прав. Во-первых, очень многое зависит от характера травмы вашей. Но люди, которые натуралы утверждают о том, как воздействует фармакология, ну, как минимум вызывают вопросы, да, откуда вы все это знаете. Но те, кто действительно изучает эту тему, знают, что фармакологическое действие многих препаратов, оно совершенно разное. И как ты сказал, Дима, правильно, какой-то препарат вам поможет, а какой-то может наоборот вам навредить. И пауэрлифтеры знают прекрасно, какие препараты, к примеру, хуже действуют на связочный аппарат, который могут навредить вам. К примеру, очень много споров по гормону роста, да, он якобы и помогает, но в то же время на связке, насколько я слышал от лифтеров многих, что действует не очень положительно. Вот возьмите мой конкретный пример. У меня уже очень давно оба плечевых сустава травмированы. Требует оперативного вмешательства. Я здесь в Америке делал очень большие исследования, там друзья есть, помогают, даже делал такое, знаете, МРТ делается, но сначала вкалывается красящая жидкость в сустав. Контраст, да. Да, контраст. Делал МРТ с контрастом. И показало, я всю жизнь был уверен, и многие доктора мне говорили, физиологи, что у меня проблема именно в ротаторной манжете плеча. Дима понимает, о чем я говорю. Кто не понимает, ротаторные манжеты плеча плеча. на тое упражнение гильотина как раз таки вредит именно манжете. И у меня вот разрывы там есть. Но когда я сделал вот это МРТ с контрастом, пошел к специалисту, мне посоветовали здесь профессиональные бодибилдеры, он лечит, делает очень серьезные операции на мышцах. Он посмотрел, он мне сказал, Егор, я тебя могу прооперировать, но, во-первых, не даю гарантию, что вообще что-то это тебе поможет. Во-вторых, говорит, у тебя проблема не из-за ротатора, у тебя, говорит, отломан кусочек кости. И у меня в суставе вот постоянно болтается этот кусочек кости. И когда он попадает куда-то не туда, у меня вот сильные боли. Но знаешь, Дим, что интересно? Я уже где-то, наверное, месяцев 8-9 отказался от работы над дельтами в жимах. То есть я вообще практически убрал жимы. Хотя у меня очень сильные жимы и гантелями, и штангой. И работаю исключительно, можно сказать, в изоляции для каждого пучка. Что ты думаешь? Где-то месяца 2 как у меня пропали боли. Я не знаю, может я истер в порошок этот кусочек кости. Но... Перемолол. Но, да, перемолол. Но у меня стали такие огромные дельты, что мне сейчас люди все пишут, что я вколол себе стинток. Понимаешь? Пока Экбар раздевается и показывает дельты, давайте затронуть последний вопрос, который сегодня хотелось бы затронуть, чтобы не затягивать на много часов. Какой еще огромный вред наносят так называемые натуральные дебилдеры пропагандой натурального бодибилдера? Казалось бы, на первый взгляд, но какой вред можно нанести людям пропагандировать чистое здоровье? Они вот из-за крайностей, крайностей, которые они рассказывают, чтобы создать хайп, вместо того, чтобы рассказывать истинное положение вещей, преувеличивая, доходя вплоть до вранья, они выступают против употребления препаратов даже в тех случаях, когда это необходимо для здоровья. Что такое гормональная терапия? Это инсулин для диабетика, это эльтероксин для человека с гипотериозом, и это тест для человека с гипогонодизмом, а он может быть и у молодых людей, и возрастной. И вот я Бомбелу сейчас спросил, написал, что все-таки вреднее для жизни, от чего все-таки больше всех этих инфарктов, инсультов, как проживешь дольше, с низким тестостероном или с газоте? И то же то и имеет вредные действия. Он говорит, я тебе сейчас накидаю миллион исследований, что низкий тестостерон еще хуже, чем газоте. То есть как бы вот жанр категорически против использования даже у пожилых людей. Он вообще против применения любых лекарств. Так давайте тогда заберем у диабетиков инсулин, у людей с щитовидкой заберем альтероксин, заберем газоте у людей с гипогонодизмом и посмотрим, как вырастет смертность. Люди вообще раньше жили, когда они были лекарством, 30 лет. Но если я ошибаюсь, скажите, что вы думаете о категорическом протесте против любой гормональной терапии. Все-таки дольше человек проживет или может еще и меньше прожить? Я скажу два слова, Дим, буквально. У меня очень много друзей эндокринологов, и поймите, что нужно понимать, почему государство ведет ту или иную политику. Вот на днях вышло в газете «Известия» очень большое интервью с различными специалистами, где говорится о вреде тестостерона, конкретно тестостерона. Почему вышла статья? Потому что в России внесли, не знаю, Дим, ты знаешь, новые препараты появляются постоянно, и в России пополнился список запрещенных препаратов. И вот журналисты как волки кинулись опять опрашивать всех. Но я очень хорошо знаю Алексея Калинчева, он очень известный эндокринолог, он говорит, Егор, вот спросили меня, говорит, я им там на целую книгу рассказал, но вставили, как говорится, только то, что нужно. А он конкретно сказал, что, к примеру, фастфуд и алкоголь гораздо вреднее и в социальном плане, да, и конкретно для человека. Ну, почему же государство это не запрещают? Тоже курение. Только 700 тысяч ежегодно умирает в России, 700 тысяч ежегодно умирает в Америке от алкоголя. Почему его не запрещают? И ничего это не вошло. Только вошло, что вот фастфуд вреднее, чем тестостерон. Но весь мир следит на гормонозаместительной терапии. Как можно? Давайте отменим пилицелин, давайте отменим все. На мой взгляд, это просто бред и очередной хайп. Я думаю, что он сам в это не верит. Мое мнение, что то, что говорит Шедер, он в это сам не верит, но говорить ему это нужно, чтобы попитывать подписчиков своих. Вот и все. Вот, кстати, с позиции запрета алкоголя, да, действительно, есть неопривожимый факт, что злоупотребление алкоголем гибнет много людей, но мы помним опыт, был в ходе перестройки, была инициатива правительства, запретить алкоголь, это как бы, да, вызвало, вот, кстати, интересный случай. Люди начали массово гнать самогон, начали им травиться, и в результате, посягание на гражданские свободы и права, вот, под давлением, собственно, да, данная инициатива была отменена. Вот, примерно, то же самое обстоит и с анаболическими стероидами, и где-то мне это напоминает, вот, тех людей, если помните, когда был запуск андронного коллайдера, была некая такая истерина, что, вот, это все вредно, мы сейчас провалимся в черную дыру, и так далее, и так далее. То есть, люди от незнания своего, от незнания, от где-то своей, вот, да, просто все упиралось в то, что человек недостаточно знания, он не может понять, что это такое. Вот, от незнания своего возникал вот такой природный страх, вот, когда человек видит гром на небе первобытный, у него возникает страх, он начинает выдумывать себе некие божества и поклоняться, и так же и здесь, да, совершенно очевидно, что в очень похожей ситуации, то, что запретить вот так вот, это самое простое и самое, да, такое вот, банальное, вот, но, конечно же, это лекарство, да, и любое лекарство имеет наряду с показаниями, так и противопоказания, любое лекарство может как навредить человеку при неправильном применении, так и помочь, ликвидировать заболевание и подобное, поэтому, вот так вот однозначно быть противником, это, я считаю, неправильно, лучше скорее все-таки да где-то доводить и доносить до того, что нужно, если применяешь, быть максимально осторожным, потому что препарат при всей своей вот некоторой силе, которая вытекает вот из того, что нужно осторожно и аккуратно делать, да, при всей своей силе он может быть как полезен, так и исключительно вреден. Вот передо мной результаты исследований как раз лежат по этому вопросу. Дима, ты договорил? Да, да. Извините, Егор. Вот передо мной лежит результаты исследований, к чему приводит дефицит тестостерона. Я так понимаю, что подводя некий итог, тому, что вы могли бы сказать, так как мы фанаты сами натурального бодибилдинга и мы выступаем за здоровье, что однозначно неконтролируемое потребление препаратов гормональных может приводить к тем или иным заболеваниям и опасным состояниям. И однозначно правы люди, которые говорят, что там ширятся вслепую, в огромных дозировках, не контролируя, ни как бы без анализов, без обследования, это может быть вредно. Но вот очень интересное исследование 2400 мужчин в возрасте от 20 лет показало, что дефицит тестостерона более распространенное состояние, чем считалось ранее. В исследовании встречается дефицит тестостерона, у 31% мужчин, у 22,5% молодых людей, и 35% людей среднего возраста, и 34% пожилых людей. Это по нормативам именно этого периода жизни. То есть мы видим, что это проблема не только пожилых людей. И показано, что у молодых людей недостаток тестостерона опаснее, чем при его нормальном уровне. Несколько хронических болезней доходили до 15% возникало. При дефиците же возникало 36% людей. То есть получается, что истина в том, что опасно и вредное воздействие препаратов, также опасна и нехватка гормона. То есть истина в том, что грамотный подход и не впадать в крайность. Я правильно понимаю ситуацию или нет? Да, совершенно верно. Если говорить о таком препарате, как тестостерон, то умереть от него, вот умереть, это невозможно. Это невозможно. чтобы умереть, нужно поставить себе, не знаю, несколько шприцов сразу к ряду, чтобы образовалось сильное воспаление вместе инъекцией. Но непосредственно от эффекта данного препарата умереть невозможно. Поэтому с таких позиций, с таких позиций аспирин опаснее, чем тестостерон. Потому что аспирин может вызвать кровотечение, которое не остановится и привести к смерти. Тестостерон же, ну, если говорить конкретно про тестостерон, то его опасность, она практически с едином. Но я согласен с Димой, что лучше просвещать людей и не лучше, а важно просвещать людей, нежели чем что-то запрещать. Ведь все мы знаем, что запретный плод сладок. И если человеку объяснять, что нет смысла, пока ты молод, пока ты растешь, развиваешься, применять фармакологию, потому что у тебя и так свои гормоны хорошо играют. А большинство поступает наоборот. Посмотрите, как люди в молодости принимают, а потом наоборот не принимают. На мой взгляд, вот это самая большая тупость. А во-вторых, позвольте я выражу свою точку зрения, она для многих может быть дикой, но я считаю, что практически на 100% возможно я прав. Посмотрите, ведь все, что происходит в государстве, в любом, делается в первую очередь для пользы самого государства. Сейчас во всем мире остро стоит проблема пенсионных фондов, пенсионных накоплений. Увеличивается численность населения, не хватает денег тех, которые были накоплены раньше, чтобы платить. Так вот, посмотрите на ситуацию. Тестостерон продлевает жизнь мужчины, делает ее более качественной. Алкоголь, табакокурение и всякая дрянь убивает человека, мужчину. И государству, на мой взгляд, гораздо выгоднее запрещать то, что делает вас здоровее, а то, что вас убивает, чтобы вы не дожили даже до пенсионного возраста и не нужно было на вас тратиться, это все разрешено. Это можно воспринимать как теорию заговора, но, на мой взгляд, это просто здравый смысл и логика. Дим, что ты думаешь? Можно у вас там открыто высказываться по таким мыслям? Нет, у нас там можно открыто высказываться, но, ну, опять же, все-таки, да, на мой взгляд, проблема лежит немножко, да, она немножко проще, да, чем все-таки, чем, говорят, вот у нас, ну, на Украине, ты знаешь, прекрасно, у нас тестостерон продается алтеки, можно без рецепта зайти купить, и, в общем-то, да, встает вопрос просто отдельного, отдельного осознания личности, вот, то есть, чтобы человек конкретно отдавал себе отчет в том, что, что хорошо, что плохо, что надо, что не надо, вот, а с этим, как правило, все-таки возникают проблемы, поэтому, в общем-то, да, даже если вот говорить о теме сегодняшнего разговора, о том, что, да, натуралы говорят, там, перемят химиков, там, вроде меня, говорят, что это все вредно и подобное, ну, пускай они это делают, пускай они это делают, меньше людей вообще заинтересуются, да, и меньше людей, скажем так, как по незнанию может себе навредить, то есть, с одной стороны, это благо, с другой стороны, да, как, в общем-то, как человек, который стремится, в общем-то, да, познавать истину, где-то там, понимать, что к чему, и, да, видеть все, всю картину в целом, да, можно сказать, что все-таки вред от препаратов минимален, при грамотном использовании на определенных уровнях спортивного мастерства вполне обусловлен, как бы, да, сложно человека осудить, если он принимает такое решение, да, вот, ну, тут уже вопрос, как бы, самой личности. Вредно носят химики, которые подсаживают людей на химику, на химию, лишь бы продать курс, да, и вредно носят натуралы, которые запугивают людей, и они даже, когда необходимо принимать для улучшения своего здоровья, не примут, и могут из-за этого быстрее сдохнуть. Поэтому, ребята, про прыжка, думайте своей головой, ребята. Если обычно, если человеку надо принимать по здоровью, то ему назначают врач. Если все-таки дядя доктор в белом халате написал в рецепте тестостерон, в общем-то, да, что, в общем-то, бывает редко крайне, но, тем не менее, да, если он написал в рецепте, то обычно, да, человек пойдет, скорее всего, и купить, и будет применять. В ранах СНГ редко. В Америке, в Европе наоборот, это очень часто распространено. Очень часто, да. Поскольку я знаю, практически, да, 80 или даже более процентов людей свыше 40 лет молодых, имею в виду мужчин, как правило, настоятельно рекомендуют организовать ГЗТ, потому что при текущих вредных воздействиях, при текущей экологии, плохой пище, все-таки, да, после 40 лет уровень тестостерона уже довольно низок, и для поддержания такого активного уровня жизни обычно рекомендуют ГЗТ. Ну, еще, еще, Юр, вам это и тебе, и Диме будет очень интересно. Я живу в Америке, вы знаете, да, в этой стране. Насколько бы она не была там прекрасной, здесь классно жить, опять-таки, вернемся к государственной политике. Смотрите, ну, понимаете, да, очень много общаюсь с различными людьми, и есть в окружении профессиональные врачи. И такая политика у государства Америки, чтобы вы понимали. Вы все знаете, здесь очень распространены депрессанты, да, антидепрессанты. Так вот, те антидепрессанты, которые не вызывают привыкания, не проходят возподобрения. Задумайте, почему. А еще, и еще, и еще, да, это не заговор, это не теория заговора, не нужно путать, как бы, хрен с пальцем. А понимаете, какой большой, ведь в Америке, в Америке все контролируется государством, это в наших странах, запретив стероиды, полиция, и соответствующие службы на этом зарабатывают, потому что крышуют, курируют. В Америке все крышует и курирует Америка. Вы понимаете, какой, да, Дим, вот ты назвал там процент 80, да даже если это 50 процентов, вы умножьте, посчитайте, какое это огромное количество денег приходит в государство. У меня очень важные слова для вас, друзья. А что вы думаете о двойных стандартах и лицемерии? Когда я спросил Шредера, верит ли он, что Головинский пожал 220 килограмм натурально, он сказал, что он не верит. Даже не зная Диму, не зная, как он тренируется, не зная, сколько он весит, он просто сказал, что он не верит. Когда с ним встретился Алексей Мокшин и сказал, что вот у меня есть друг, вот ты натурал, да, ты предлагаешь тебе верить. Алексей говорит, да, предлагаю. У меня есть друг, который занимается павлифтингом, собрал сумму около тонны. Он полностью натурал, я хорошо его знаю, ты веришь ему? Он прошел допинг-контроль, сдал все анализы и немногократно. Алексей сказал, нет, ему я не верю и верить не буду, даже не знаю твоего друга. Он говорит, ну это же двойной стандарт, ты предлагаешь верить тебе, но сам ты не хочешь верить никому. И получается, что вот направленность этих каналов натуральных дилдобилдеров, посмотрите, я офигенный, посмотрите все вокруг говно. Подписывайтесь на меня, отписывайтесь на всех остальных. Но мне кажется, что это все-таки не совсем честная и открытая позиция. Ну, лично я, на самом деле, ничего против, не имею Алексея. Но если сказал он таким образом, не верить или верить, это право каждого человека. Я верю всем в одинаковой степени. Да, причем вот такое вот стремление отторгать доводы, какие бы то ни было, да, и какие бы то ни было факты, ну, она опять же характеризует, ну, как бы, человека, вот, да, с определенной стороны. Поэтому, ну, лично, как могу я прокомментировать, по-моему, это не на руку по-моему Алексею, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, опять же, каждый решает сам, что делать или что не делать. Может быть, может даже это не характеризует отношение Алексея, вот, в должной степени. Может быть, даже это что-то, что он должен был сказать, да, где-то в поддержании своей репутации, там, или подобное, подобное. Потому что у него есть определенные, да, есть реальные факты, да, вот, реальное мировоззрение человека, как он мыслит. А есть то мировоззрение, которое он должен проецировать на интернет-аудиторию и на социальные сети. Поэтому, ну, мне лично глупо осуждать, да, за такое отношение. Ну, а там уже, пусть аудитория сама разбирается, кто прав, кто химичит, а кто нет. Друзья, на обращение пора слова о каналах ребят, которые сегодня участвовали в этих, в этом двухэтажном видео, которое будет размещено минимум на двух каналах. Значит, во-первых, участвовал Дмитрий Головинский, кто его не знает, это человек, который снимает на своем канале ролики, как он прогрессирует в силовом отношении. Он является рекордсменом Украины и, пожалуй, лежа более 300 килограмм, поднял на бицепс более 100 килограмм и не собирается на этом останавливаться, я так понимаю. Мы можем подписаться на его канал, чтобы следить за тем, чего ему все-таки удастся достигнуть, вопреки, как бы, генетическому пределу, да, вопреки всем трудностям, сопротивлению судейства, куда все-таки удастся дойти. Егор, в свою очередь, друзья, кто пришел с моего канала, обязательно подпишитесь, снимает, не гонится за хайпом, снимает видео о том, как можно накачаться. Иногда мы с ним спорим, иногда наша позиция отличается. Например, недавно было видео, что многоповторка это вам не статодинамика. Вот я задумался, ведь все-таки поднагрузка мышцы может попасть в эти диапазоны, да, как статодинамика, или никак при многоповторке ты не попадешь в этот диапазон нагрузки. Так они же говорили, что у многих бодибилдеров несознательно они делают такие навыки. Может быть, может быть, с статодинамикой иногда все-таки, да. Ну, в общем, интересные вот эти вопросы, если вас интересует, подпишитесь на игру, он постоянно дискутирует с разными известными спортсменами на своем канале в поисках того, как лучше достигнуть физического развития. Это очень интересно. Ну и... Юр, да. Перед тем, как мы попрощаемся, я хотел бы еще один вопросик. Я думаю, Дима тоже будет не против затронуть. Что вы думаете по такому вопросу? Вот я уверен, что Дима, даже если увидит где-то там, что Шреддер или кто-то там пожмет те же 200-300 килограмм, он не будет задаваться вопросом, на турах он это сделал или нет, чем он там вообще потреблял. Может, если 300 пожмет, может, и задастся. Ну, может, задастся с точки зрения что и как делать. Но основная мысль в чем, что если ты чем-то занимаешься, что-то делаешь, то у тебя просто даже нет времени смотреть, кого-то там осуждать, обсирать, и уж тем более думать, химик он или натурал. Ну вот мне лично совершенно неинтересно, Шреддер химик или натурал. Я никогда даже не задавался для себя таким вопросом. Да, мне тоже как-то это не бомбит абсолютно. Да ради бога, хоть так, хоть так, мне все равно. Главное, чтобы у человека было здоровье. Вот, еще хотел сказать, что вот я открыл новый канал и могу сказать, что активность все-таки выше, чем на старом канале. Не знаю почему, 2400 подписчиков дает столько же комментариев и просмотров, сколько 330 тысяч подписчиков. Рекомендуемых видео, мне кажется, чаще появляются. То есть, все-таки можно экспериментировать с новыми каналами, у кого уже несколько лет старому, кто проводил прямые эфиры, кто получал страйки, возможно, какие-то были неудачные опыты, можно всегда пробовать. Но я сейчас параллельно стараюсь сделать два видео в неделю на новые, два видео в неделю на старые. Кто хочет построить начало этого видео, приходите на новый канал Юрия Спасовковского, подписывайтесь, смотрите. Как я уже порекомендовал, обязательно подпишитесь на канал всех участников этой беседы, ставьте ваши лайки, пишите в комментариях вопросы для следующего видео. с чем вы согласны, с чем вы не согласны, и до свидания, друзья. Всего доброго.